Установка специальных технических средств, отделяющих полосу движения на проезжей части дилинеаторов, продолжается во Владивостоке. Такие полосы нужны, к примеру, для быстрой посадки и высадки пассажиров из автомобилей в местах, куда прибывает много посетителей, а также для упорядочения движения. Работы по установке дилинеаторов завершились по двум адресам. Например, они появились возле школы номер 9 на улице Пушкинская, 39. Это первая во Владивостоке так называемая зона Кисендрайт. Поцеловали, поехал. Еще одна зона, где выделили полосу и уже установили дилинеаторы, расположилась на улице Гоголя в районе торгового центра «Голубиная пать». Она предназначена для удобного въезда на территорию бывшего в ГОЭС. Территория была запаркована и заезд на территорию осуществлялся со второй с третьей полосы. В результате магистральная дорога по основному ходу движения обеспечивалась лишь на две полосы, что постоянно в часы пик приводило к значительным пробкам. Сейчас там точно так же сделана выделенная полоса, стоит знак, запрещающий стоянку, восстановку. И заезд на территорию возможен только через крайнюю правую полосу. Данные практики зарекомендовали себя уже очень положительно в центральной части нашей страны, в Москве, Санкт-Петербурге, наших соседей, ближайших в Сахалине. В ближайшие дни еще одна выделенная дилинеаторами полоса появится в районе кольца на пересечении Партизанского проспекта и проспекта Красного Знамени. Специалисты подчеркивают, эффективность таких выделенных полос может быть обеспечена только при условии соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. За нарушение предусмотрен штраф.